Пельмени из четырех видов фарша за час легко. Олег Карабань настоящий профессионал. Мастерство в кулинарном деле накапливал годами путем проб, ошибок, экспериментов и постоянного обучения. Теперь своими секретами от души делится с молодым поколением. 50% успеха это все-таки продукт. Дальше остальное 35% это навыки и техника. А какие-то 10 или 15% это ваши какие-то добавленные специи, либо какое-то украшение, декорирование. То есть в первую очередь нужно понимать технику. Пожалуй нет ничего более родного, чем пельмени. Все начинается с теста. Яйца, мука, вода, соль лучше поваренная. Хорошо вымесить и дать настояться. Вот оно как бы липкое, оно собирается. То есть вы пробивали его до такой степени, пока он начнет собираться в такие комки. Уже можем, да, вымесить его, вымесить и раскатать и сделать пельмень. А с начинкой можно поэкспериментировать. Рыба, курица, говядина, утка. Главное соблюдать пропорции и следовать проверенным правилам. Лук измельчаем только на терке или вручную. Чеснок взбиваем с подсолнечным маслом. Обязательно добавляем в фарш немного воды. Итак, раскатали тесто, как правильно прятать туда мясо. Давайте ложить небольшое количество начинки. Да, вполне достаточно. В середину. Начинайте, да, в середину. Начинайте с середины. Собирайте. Вот так. Да, да, совершенно верно. Возле заготовки. Варим и можно пробовать. Мастерство повара и старание ребят оценили члена Одинцовского клуба «Активное долголетие». Провели дегустацию пельмешек. А для студентов колледжа других курсов велась прямая трансляция урока. Важно было показать ребятам, что современный повар – это не просто повар. Это специалист высочайшего класса. Химик, физик, художник, творец, кто угодно. И в том числе повар. Поэтому на этом мастер-классе наши ребята увидели, какие могут быть пельмени, в чем их секреты, в чем их тонкости, в чем нюансы. Нам важно, чтобы наши ребята, наши выпускники, выходя из стен нашего колледжа, умели делать блюда от простого к сложному. А профессиональные кадры – залог успеха в любом деле. Для развития нашего округа, как туристического региона и направления гастротуризм, в том числе, они крайне необходимы. Самая главная, наверное, цель всего – это сделать свои гастробренды, которые помогут продвигать регион. Можно будет с ними участвовать в всероссийских конкурсах, такие как «Вкусы России». И достойно представлять уже на всех этих проектах, да, с позицию и студенческую, и самого колледжа. Организаторы говорят – это только начало. Такие неформальные уроки с настоящими профессионалами проведут еще не раз. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».